здравствуйте друзья здравствуйте вам начали сообщать о том что эфир начинается и я особо сильно затягивать не буду сегодня у нас достаточно интересная тема которая мне пришла на прошлых выходных и я ее долго вынашивал я долго думал и размышлял как ее подать на самом деле было даже желание и еще вчера преподнести но я пришел к выводу что все-таки она должна немножко вызреть и вот сегодня я думаю что самый хороший для этого момент самый подходящий сегодня мы будем говорить о том что у нас у всех на самом деле на душе и я получаю сообщение по поводу стресса по поводу давления по поводу вот этой вот тяготы которую мы все несем и мужчины и женщины из россии из украины и даже те люди которые живут вообще в других странах на самом деле это все касается касается всех нас и в принципе молчать об этом я считаю гораздо хуже об этом лучше говорить об этом лучше скажем так не молчать потому что проговаривая этот момент потому что перебирая различные варианты того как можно проживать вот эту вот сложную ситуацию я думаю что ну мы сможем здесь двигаться и мы сможем двигаться здесь во многих направлениях и те кто сегодня будут смотреть этот прямой эфир в реальном времени и в записи да точно себе найдут несколько различных ответов способов и путей выхода и объяснений и какого-то понимания что же на самом деле происходит зачем это происходит и если не наступит какого-то облегчение то хотя бы наступит какая-то осмысленность какое-то понимание вот для этого сегодняшний наш эфир вот для этого сегодня мы поговорим про тот стресс шок боль кризис и давление которая в общем-то усилилась я бы так сказал да с прошлого с прошлой недели потому что если честно я я не ожидал что мы цивилизованные люди современные люди в 21 веке будем вообще разговаривать на эти темы вот честно то есть я когда-то своим приемным детям говорил да я когда-то шутил на эту тему я когда-то говорил что ну такой войны такого военного конфликта просто быть не может и сейчас вот ну вот буквально с прошлой недели в нашем обиходе слова мобилизация военкомат повестки что делать отдавать долг родине не отдавать долг родине а что вообще это за долг что вообще происходит какие причины на самом деле шок не миновал конечно же и меня он у меня был какой-то свой какой-то вот именно такой общечеловеческий я действительно был в шоке я я просто ну не мог поверить что действительно это настолько сильно коснется всех нас и и мы будем обсуждать вот эти вот все понятия двадцатого века которые в общем-то я впитал с молоком матери поскольку сам из волгограда города который раз в год называется сталинград на 9 мая и там патриотическое воспитание я бы сказал не то что мощнейшая она вообще является базой воспитания и культуры города не любого горожанина поэтому вот эти вот все термины двадцатого века они сейчас уже или они сейчас стали актуальны и если честно даже сейчас я ощущаю эмоции которые подступают и и на самом деле ничего не закончилось но все кто пройдут это видео до конца да я думаю что мы найдем очень много здесь смыслов ответов потому что время действительно беспрецедентная и она как ужасно и так и уникальная так и возможно такой шанс больше в жизни нам не представится о чем я говорю я естественно все выводы и свои инсайты обязательно выложу все сегодня в этом видео но как бы давайте обо всем по порядку действительно да когда я получил вот это вот ну скажем так вот эту новость я прекрасно помню как это происходило я помню очень сильный такой шок и первое это был конечно шок и потом отрицание отрицание потому что но несмотря на действительно такое мощное патриотическое воспитание воспитание ну такое традиционное племенное воспитание которое я получал в своем городе у меня не было очень много звеньев в цепочки чтобы понимать про что это мобилизация вообще вообще о чем она вообще к чему она ну то есть про что мы будем вообще прошла вообще про что это происходит потому что военный конфликт на братской территории на украине у половины россиян там или ближние или дальние родственники какая к черту мобилизации какие вообще какие вообще что вообще происходит то есть ради чего до вроде бы и стыдно как бы бояться куда-то что-то убегать а вроде бы и ради чего да и вот эти вот мысли что это чистая коммерция это непонятно что происходит это там большие дяди какие-то деньги там делают до сливают устаревшие какое-то оружие или что-то еще то есть вот этот вот весь ком мыслей он катился с одной стороны внутри меня да вот это вот непонимание вот это вот глубочайшее замешательство вообще что делать какую позицию занять был такой ну достаточно мощный такой внутренний какой-то паралич потому что боролась много эмоций и ну в конце все равно не было вообще понимания мобилизация это вообще против кого вообще она и ну вот в рамках вот этого вот этого всего замешательства естественно была еще и внешняя сторона да то есть помимо того что надо было как-то разбираться с самим собой со своими ценностями со своей со своим духовным миром со своей культурой со своими принципами надо было еще разбираться и со внешней средой да это естественно жена в первую очередь да у которой вообще слабая адреналиновая система это естественно уже и и мама и и папа и все остальные родственники и брат и так далее и так далее и естественно там тоже свои проблемы там тоже свое замешательство и одно дело когда ты ну как бы беспокоишься да и заботишься о себе и я повторюсь что у меня это была очень такая спокойная холодное давление да ну и сейчас таким остается потому что у меня сильная адреналиновая система потому что ну вот это вот давление да я могу преобразовывать в плюс в скажем тогда в какую-то активность в энергию в творчество в том числе и так далее а слабая адреналиновая система это вообще это все это ну как бы все унесло человека паника он несет что-то не связанное он не понимает вообще что что говорить что логично что нелогично зачем все это происходит и скажем так конечно же вот этот вот конгломерат эмоций он достаточно был тяжелый и эти эмоции шли отовсюду и конечно же еще была третья сила третья сила это друзья знакомые которые скажем так стали уезжать очень активно уезжать из страны и я думаю не секрет ни для кого там вот эти вот там по 36 километров пробки на казахской границе и люди которые на гироскутерах едут в сторону границы кто пешком идут и и все вот это вот и это тоже давление потому что друзья тоже говорят ну ты чё дурак что ли ты ты чё давай вали ну все валят и ты вали ты чё чуть деньги есть чё-чё-чё ты вообще загран паспорт есть виза есть чё чё не так с тобой вообще вот и вот вот это вот все это конечно же очень тяжелая буря внутренние ценности в конфликте и так далее и так далее и в принципе так и прошла вся прошлая неделя и я думаю что я на самом деле не один такой но это закончилось это закончилось вот где-то как раз примерно на пороге там где-то субботы воскресенье да произошло какая ну переход на следующую стадию произошло переход на стадию принятия и и здесь наверное вот как раз мы сейчас уже будем общаться как более какие-то духовные осознанные люди то я просто делился эмоциями делился тем что ну скажем тогда происходило в моей жизни вот что касается выходных то я хочу сказать что стало приходить принятие стало приходить осознание того что на ну во первых во первых стало приходить осознание того что нам это все дано и если мы проходим этот урок сейчас да если мы проходим это так как нужно да мы это некоторое определенное большинство ради которых это все происходит то это уже будет не повторяться да и дальше мы пойдем по более лайтовой программе если мы сейчас все как бы пакуем чемоданы там не можем справиться с паникой не можем пройти вот эти вот уроки да нас сносит нас уносит в прекрасные дали мы теряем контроль над собой то будет будет продолжение будет вторая серия будет третья серия и там как говорится непонятно до конца чем вся история закончится пришло четкое понимание и видение того что это зачем то нужно что это важно что что нужно здесь держать строй что нужно здесь быть и смотреть смотреть в лицо этому всему до происходящему не смотря ни на что 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 вы ни происходило что бы ни было Появилось очень четкое понимание того, что если сейчас свалить в безопасность, то будет потерян какой-то очень важный опыт. Будет потеряна возможность по-настоящему прожить и по-настоящему стать обновленным человеком, духовным человеком, который не просто здесь ради денег, ради решения каких-то своих прикладных задач. Вот именно вчера во время занятия спортом пришло четкое понимание, что вот сейчас как раз идет отсев, вот сейчас как раз идет вот это вот скажем тогда зачистка тех, кто приходят в тему духовности ради того, чтобы решить какие-то прикладные задачи. Ну самое первое это для того, чтобы там стать побогаче, поправить финансовое положение, разобраться в отношениях, чтобы они покомфортнее были, чтобы поменьше кусали. Ну и какие-то другие, не мне вам говорить, вы все это понимаете, мы все люди, чтобы порешать какие-то свои бытовые проблемки и задачи. И вот сейчас действительно происходит та самая очистка и люди, которые вот в духовности, в теме саморазвития, они были, ну скажем так, вот достаточно поверхностно, они были здесь ради чего-то, а не для того, чтобы стать кем-то другим. Они безусловно сливаются, они безусловно исчезают из этой темы и в общем-то становится понятно, что как таковая духовность, как таковой духовный рост, как таковое саморазвитие, как таковое безусловное счастье и, скажем так, осознанность, она была не самоцель для таких людей. Это люди, которые уходят, ну скажем так, да, вот ради того, чтобы, ну все, как бы, тут делать нечего, мы побежали туда, где теплее. И, скажем так, те, кто остались, да, вторая категория людей, которых я сейчас вижу, это те, кто остались, это те, кто сейчас смотрит этот прямой эфир, да, это те, кто понимают, что происходит. Это те, кто понимают, что ничего просто так не происходит и если начать бегать от урока, если начать пытаться его игнорировать и замалчивать, да, и не смотреть ему в глаза, он придет к тебе снова и снова и снова, да. Вот в дизайне, в астрологии прообраз кармического учителя, это Сатурн и вот он возвращаясь, делая круг, он возвращается и приходит и смотрит, да, усвоен урок или не усвоен, да, что-то было получено или человек просто, ну скажем так, да, никаких выводов не сделал. И вот это вот действительно очень тонкий момент, тонкий момент, его надо прочувствовать, его надо понять, потому что либо мы действительно здесь и мы двигаемся в сторону вот этой вот осознанности, либо, ну повторюсь, да, нас это все будет догонять. Это все нас будет догонять и сейчас, сейчас, что вот еще я, наверное, очень важное такое хочу сказать, что сейчас уникальный момент именно в том, что все натурально, все натурально, знаете, это не та история, где ты там что-то там говоришь, там, что-то кому-то рассказываешь, я вот такой духовный, я такой вот осознанный, там, вот я живу там здесь и сейчас, я живу осознанным днем, а сейчас действительно такое время, что я, я честно, да, и все, кто остаются, все, кто в осознанности, они, они понимают, вот мы сегодня ложимся спать и завтра может не настать, ну и это правда, и это не теоретизированная какая-то там херобора, да, это, ну это так и есть, это так и есть, это правда сейчас, это правда настоящего момента, и, ну вот, да, я сейчас нахожусь вот практически в эпицентре, да, там вот если спрашивают, да, там, что будет первым объектом атаки, да, а именно, как бы называют столицу, да, России и так далее, и так далее, и вот это эпицентр давления, эпицентр вот этого, скажем так, да, приложения внимания, но это эпицентр духовного роста, это эпицентр школы, где, где по-настоящему закаляется сталь, закаляется вот эта вот духовность 2.0, потому что здесь все не по наружку, здесь все по-честному, здесь все здесь и сейчас, здесь по-настоящему живешь одним днем, моментом, без каких-то там прикрас и какого-то фейка там, и что-то придумывание, здесь сейчас можно по-настоящему пройти очень сильную духовную школу, очень сильное саморазвитие, и, и я призываю это ценить, я призываю это осознавать, я призываю это видеть, потому что вот, да, как всегда, горстка людей, небольшое какое-то количество, оно может изменить ситуацию, об этом как бы не узнает толком никто, никогда, да, но вот, вот этот, вот, вот эта когорта, да, небольшая когорта осознанных людей, я не хочу там сказать, что я там сейчас создаю секту, мы тут все тут какие-то там избранные и так далее, нет, есть и другие каналы и другие проводники, и их тоже люди слушают, да, и тоже с ними делают какие-то практики, и сразу скажу там, я особо сейчас никаких там практик предлагать не буду в конце, да, мы просто действительно своей осознанностью и своей способностью смотреть и своей какой-то медитацией, да, какой-то молитвой, какой-то, какой-то фокусировкой на здесь и сейчас, именно тем, что мы не будем, да, поддаваться на вот эту вот панику и попытку убежать от урока, да, я действительно, я точно верю и чувствую, что вот именно от таких людей сейчас может меняться ситуация, может происходить определенный перелом, потому что именно такие люди сейчас нужны для того, чтобы быть опорой, опорой для закладывания следующего фундамента, фундамента следующих событий, и повторюсь, я очень четко осознаю то, что как будет сейчас пройден этот урок, будет, скажем так, это обусловлено дальнейшей жесткостью всех последующих событий, поэтому вот это вот у меня на душе вам было сегодня сказать, это действительно очень важно, очень важно, и я очень рад тому, что есть люди, кто это все смотрит, есть люди те, кто вот это вот все понимают, все это смотрят, почему, потому что очень важно, да, вот в этой духовной работе понимать, да, страх, страх это нормально, да, но нужно понимать, где этот страх, потому что это ведь очень тонкий момент, да, ну вот я же не призываю всех там, ну стать самоубийцами, да, там какими-то, я же не призываю всех там какому-то там экстремизму или чего-то другому, настоящая духовность здесь и сейчас, она не имеет рецепта, на самом деле очень удобно упулиться в какую-то идею, очень удобно упулиться в какую-то идеологию, да, там, например, я иду защищать родину, да, но есть вопросы, есть вопросы, в 41 году было в этом смысле гораздо проще, да, на нас четко напали, мы четко оборонялись, было все совершенно нормально, понятно, сейчас нету этой ясности, сейчас нету этой однозначности, сейчас вообще до конца нету ответа вообще за что, за кого, против кого, что вообще происходит, вот этих вот четких ответов сейчас нету, сейчас нету вот этого четкого ответа там, беги или оставайся, там, вали, сваливай, откашивай, или иди защищай родину, сейчас нету никакого четкого рецепта, его в принципе нету, его в принципе не может быть, и сейчас духовный человек, он лишен вот этой вот, если хотите, этого костыля, он лишен вот этой вот подложки, да, от которой он может опереться, сейчас духовный человек, он просто подвешен, он просто подвешен, и это сложнее, но это и более мутационное, это более продвинутый уровень, потому что без вот этого вот какого-то плацдарма, да, невозможно оттолкнуться, а если невозможно оттолкнуться, тогда, тогда нужно просто быть, нужно просто быть и принимать решения в реальности, здесь и сейчас, каждую секунду, не так, что я принял решение, все, следующие пять лет я буду делать вот это вот, вот этих я буду ненавидеть, вот этих я буду любить, вот это я буду доказывать, а вот это я буду отрицать, Нет, сейчас такой роскоши в принципе у времени нету, в принципе у времени такой роскоши нету, есть сейчас именно вот это вот подвешенное состояние, из которого может по-настоящему рождаться тот самый цветок лотоса, и вот этот вот момент, он просто драгоценен, он просто очень важен. И вот этим вот я по-настоящему с вами и хотел поделиться, что такое сейчас духовность 2.0, что такое сейчас проживание себя, что такое вообще понимание этого момента. И правда заключается в том, что завтра может быть все по-другому, завтра все может измениться. Вы, все и я и все, да мы имеем право завтра изменить направление, но если мы его чувствуем сердцем, чувствуем телом, чувствуем собой, мы имеем на это право, потому что нет никакой идеологической ясности, нет какой-то идейной ясности. Мы можем просто выбирать себя нового каждый день, и это очень ценный момент, это просто уникальный момент. И только заодно это можно просто говорить спасибо этому прессу, говорить спасибо этому давлению. А давление у нас просто весь, весь год 2022 идет, и скоро включится еще одно дополнительное, скажем так, да, еще один дополнительный фактор давления. И этот год действительно непростой, и они все будут непростые до 27-го года. И вот то, как мы себе позволим мутировать, то, как мы себе позволим подготовиться по-настоящему, да, к новому времени, к новому себе, здесь и сейчас можно заложить для этого очень хорошие фундаменты, очень хорошие основы. И, конечно же, основной темой сейчас времени, да, является стресс, является давление, является вопрос, что вообще мне делать со стрессом, как мне его вообще проживать, как мне вообще быть, и что делать с этим стрессом, для чего он мне нужен, как мне его проживать. И, как я уже и сказал, да, в начале своего и сегодняшнего эфира, проживать стресс можно по-разному. И каждый человек свой стресс проживает по-разному. У одних сильная адреналиновая система, и стресс может и должен стать определенным попутным ветром. Даже если он встречный, люди с сильной адреналиновой системой, с определенным корневым центром, это люди, которые, двигаясь навстречу стрессу, будут укрепляться, будут усиляться, будут мутировать и будут вести к прогрессу. Люди те, которые со слабой адреналиновой системой, да, с неопределенным корневым центром, им нужно уметь отступать от стресса. Им нужно уметь пропускать его через себя, им нужно не идти навстречу стрессу, а, скажем так, грамотно отступать, пропуская его через себя. Потому что у этих людей совершенно другие принципы, совершенно другие триггеры, совершенно другие мотивирующие, да, и какие-то свои моторные центры. И здесь как раз прекрасно то, что все мы разные. Это и очень сложно, потому что, вот, понимаете, там, выдал какой-то один рецепт, да, послушать, послушаю, слушаю одного спикера, он говорит, иди навстречу страху. Слушаю другого спикера там. Если у тебя стресс, там, иди погуляй по пляжу, там, песочек попинай, там, поспи, помедитируй. Кого слушать? Непонятно. Слушать надо, безусловно, себя слушать нужно, конечно же, отталкиваясь от своего дизайна. Именно поэтому вот в это время мне пришла вот эта вот программа «Антистресс», про которую я сегодня рассказывал на своем канале, которую я закрепил в актуальном, которую вы можете посмотреть по своей сути. Вот эта вот, скажем так, комплексная услуга, продукт «Антистресс», она разработана для того, чтобы возвращать нас к себе. Ведь стресс, он бывает двух видов. Бывает стресс от ума, от головы, бывает стресс в теле. И это очень важно уметь различать, очень важно уметь понимать, где паникует наш ум, наш мозг, наша голова, да. А есть стресс, где паникует тело. И бывает, когда это происходит по-разному, и бывает, когда одновременно. Рассмотрим разные примеры, да. Например, очень часто паникует ум, да. Ум паникует гораздо чаще, чем тело. Почему это происходит? Потому что ум хочет контролировать. Потому что нас всех воспитали так, что ум является центром принятия решения. Это в корне неверно, это совершенно неправильно, это почти у всех по-другому. Но нас так воспитали. Пораскинь мозгами, подумай, ты же умный, ты же человек разумный. И из логики, из разума принимай решение. Как только наш ум не дотягивает, не понимает, что происходит. У него что-то выходит из-под контроля. У него есть какой-то риск. У него есть какая-то даже потенциальная внешняя угроза. Что он делает? Он начинает паниковать. Он начинает пытаться контролировать ситуацию. Он начинает пытаться объяснить. Он начинает проявлять агрессию. Он начинает проявлять апатию. Он начинает вот это вот бей-беги, да. Делать что угодно. Как ты это все объясни. Но это ум, это паника в уме. Когда у нас паника в уме, а в теле у нас спокойствие и тишина. Это очень важно отслеживать. Это и есть осознанность, это и есть духовность 2.0. Это и есть понимание того, что действительно тебя пугает, что действительно для тебя опасно. А что ты придумал? Если это паника в уме, то ты это придумал. То это твой ум просто что-то не может просчитать. И от этого он в панике. Давайте положим руку на сердце. До вот этой военной операции, что у нас не было опасности, что у нас не было опасности автокатастроф, опасности полетов, там каких-то неудачных, опасности какого-то профессионального риска и так далее не было. Конечно было, безусловно было, всегда оно было. Но наш ум себе придумал определенную картину. Тут я каску одену, тут я пристегнусь, тут я еще что-нибудь. Это все реально чушь собачья. Но ум себе придумал это все, он себе это объяснил. И тогда он успокаивается, тело и так наперед все знает, тело в теле спокойствие, и мы тогда живем повседневной жизнью. Что сейчас зачастую происходит? Я не хочу сказать за всех. Если кто-то чувствует страх и панику в теле, вот на это нужно по-настоящему реагировать. Но конечно же сейчас 99,9% страхов, паник и всех вот этих панических атак и психических расстройств идут из ума. Просто ум понимает, что сейчас может произойти что-то ужасное, что-то из самого худшего сценария. И вот это его выносит. Могу сказать за себя, да. В моем теле нету паники. У меня есть опыт жизни, когда наоборот, да. И я думаю, что у каждого есть такой опыт жизни. Вроде бы все нормально. Вроде бы день как день. Вроде бы все как всегда. Но ты чувствуешь, надвигается какая-то жопа. Что-то происходит. Что-то хрен пойми. Что-то грядет. Да. И потом это или происходит, или чуть не происходит, или еще бы чуть-чуть и все. И так далее, и так далее. Что это было? Наоборот. Ум ни сном, ни духом. Он не мог это просчитать. Он не мог это знать, да. Но как раз в тот день, в тот момент тело предвидело, что вот сейчас может произойти что-то реально опасное. Что-то по-настоящему опасное. И когда мы чувствуем в теле панику, вот это серьезно, вот это то, к чему нужно прислушиваться. Это как раз наша иммунная система. Это как раз наш селезеночный центр, да. Он нам сигнализирует. Интуиция начинает работать. Интуиция безопасности. Интуиция говорит, есть риск, есть тревога. Опасайся. И это мобилизует нас. И это нас преобразует, да. Что нужно в этот момент делать? Нужно попадать здесь и сейчас. Нужно осознанно смотреть по сторонам и понимать, что где-то что-то происходит для нас рискованное. И нужно постараться это предупредить, увидеть, потому что именно об этом нам говорит тело. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что бывает паника в уме, бывает паника в теле, бывает тогда, когда оба спокойны, бывает тогда, когда оба в панике. И вот именно это, да, и тема приложения сейчас, нынешнего времени. Просто здесь и сейчас попадите и задайте себе вопрос. У меня паника от ума или паника от тела? Насколько ясно вам получится ответить на этот вопрос, настолько и есть уровень вашей духовности. Потому что вот эта вот связь ума и тела, вот эта вот как раз дружба, да, кристалла личности и кристалла дизайна, вот эта вот синергия, она как раз и делает нас цельным существом, цельным человеком. Не каким-то там, да, воинствующим умом, ум против тела, тело против ума. Нет, наоборот, каждый делает свое дело и каждый сигнализирует о том, что он, о чем он должен сигнализировать. Поэтому как раз вот эта прелесть времени, в которое мы сейчас помещены, потому что мы сейчас можем это очень-очень хорошо, тонко и глубоко прорабатывать. И я свято верю, что именно для этого нам дан вот этот урок, вот эта вот тема, которая сейчас происходит для того, чтобы проходить этот урок. Для того, чтобы даже не проходить, а проживать его в реальности. И, конечно же, что нам лучше всего помогает в этой связи, связи ума и тела, безусловно, да. Я не знаю другой такой хорошей аналитической системы, кроме как дизайн человека, которая постоянно сфокусирована на связи, на союзе, на синергии ума и тела. На том, чтобы не принимать решения из головы, на том, чтобы слушать свое тело, слушать свои энергетические центры, слушать себя, слушать свою духовность, слушать свой дух и душу. И, учитывая всю эту информацию, проживать ее. И, конечно же, что нам мешает? Что нам мешает нормально проживать стресс, нормально проживать какие-то передряги жизненные, какие-то уроки духовные. Что нам мешает? Нам, в первую очередь, мешает ненормальный, несвойственный, неправильный для нас, неправильный для всех значений, правильный, правильный. А именно для нас несвойственный, нехарактерный образ жизни. Это, конечно же, в первую очередь, да. Это или недостаток, или переизбыток физической активности. Это, конечно же, система питания. Это, конечно же, система сна, режим сна, сексуальная активность. Это окружение, среда. Мы все разные. Здесь нет никакого рецепта, да. Невозможно дать рекомендацию для всех. Потому что, по моему опыту, работаешь с одним, одному нужно один режим, интенсивный спорт, нужно обязательно выпускать адреналин, нужно обязательно соревноваться, да. Приходит другой человек, а ему нужно быть очень спокойным, ему нужно не соревноваться, ему нужна мягкая лайтовая программа тренировок. А ему нужна система питания, например, очень такая несбалансированная, как мы говорим, да. А наоборот, она узкая, потому что система пищеварения у человека другая. Все это очень четко и ясно, конечно же, показывает аналитический инструмент дизайн человека. И через него, естественно, мы приближаемся к себе нормальному, естественному, к тому самому вот пресловутому природному состоянию, состоянию натуральному. Тому, которого нужно нашему телу. Ведь почему люди становятся успешны сейчас? Вот по моему опыту. Просто смотришь человека, он умница, молодец, образованный, зарабатывает хорошо, с семьей все хорошо, денег много там и так далее. Смотришь, он проживает свой дизайн. Знал ли он про дизайн? Не знал он про дизайн. Но так получилось, что когда он, ну скажем так, да, жил, принимал решение, давайте назовем это сейчас счастливым стечением обстоятельств, он попал в 100 из 100. Приходит другой человек, у него все через жопу. У него проблемы со здоровьем, мало сил, мало энергии. Не складываются отношения. Там сексуальная половая конституция с партнером не совпадает. У него там отношения с родителями, не пойми какие, не пойми какие там с, скажем так, да, с детьми отношения. Смотришь, просто вот полностью наоборот проживание своего дизайна. Просто вывернуто, абсолютно наоборот, против. Там пытается доказать, здесь пытается доказать. К чему я это все говорю? Да, я это все говорю к тому, что чем ближе человек проживает свой дизайн, чем ближе он соответствует своему предназначению, да, и ведет образ жизни сообразно своего предназначения, тем ему легче проживать стресс. Тем ему легче оставаться в сознанке, тем ему легче оставаться осознанным здесь и сейчас и духовно расти, двигаться, саморазвиваться. Вот это вот очень важный момент. И в завершении, да, вот я как раз и хочу сказать, что вот эта вот система образ жизни, которая мне пришла на прошлой неделе, я вам всем предлагаю ей воспользоваться. Она называется антистресс, и она в себя как раз и включает регулирование, рекомендации по всем сферам образа жизни, да, спорт, сон, секс, питание, окружение, активное, неактивное, какие виды ментальной деятельности здесь рекомендуется. Все это индивидуально, все это персонально, это не может быть просто теоретически, это не может быть написано ни в одной книге, потому что это 100% индивидуальная система сугубо под вас. И когда вы будете начинать проживать эту систему, когда вы будете соответствовать и двигаться в рамках своего персонального образа жизни, хотя бы неделю, хотя бы две, вы ощутите то, что вы обновляетесь. Почему? Потому что пищеварительная система начнет получать пищу тогда, когда ей это нужно, такую, какую ей нужно, той температуры, которая ей нужна, во время суток, такой, какой ей нужно. Она начнет нормально это все перерабатывать. В клетки мозга начнут поступать, наконец-то, нормальное количество питательных веществ. Потому что, когда мы питаемся нехарактерно, неправильно, в мозг не доходит нужное количество аминокислот, белков, жиров, углеводов. Мозг, по сути дела, голодает. Когда мы начинаем правильно питаться, когда мы начинаем правильно заниматься спортом, да, опять же, налаживается метаболизм. Кому-то нужен тихий, спокойный метаболизм, да, умеренный метаболизм. Мало спорта, мало еды. Кому-то, наоборот, спорт нужен обязательно экстремальный, обязательно адреналиновый, обязательно с элементом соревнования, обязательно в группе и в коллективе. Все это прописано в карте, все это прописано в бодиграфе. И просто от того, что мы это не знаем, от того, что мы здесь идем наперекор своей судьбе, конечно же, мы становимся гораздо более уязвимыми. И вот эти вот уязвимости я сейчас просто очень хорошо вижу в реальном времени, как это отражается на людях. Именно поэтому сегодня я вышел вот в этот прямой эфир для того, чтобы с вами поделиться, во-первых, эмоциями, во-вторых, своим видением текущей ситуации. И, в-третьих, рассказать про ту программу, которая по-настоящему, да, вот окончательно сформировалась у меня на прошлой неделе. Программа «Антистресс», которая направлена на то, чтобы вы получили полную рекомендацию, полный набор, скажем так, да, моментов образа жизни. Какие-то моменты вам покажутся знакомыми. Какие-то моменты вы скажете, ну да, я уже давно, в принципе, это выбрала и так и живу, и это соблюдаю. Какие-то моменты могут показаться странными, но, как говорится, тогда не жалуйтесь, что мало сил, что мало энергии, что низкая стрессоустойчивость. И наоборот, те, кто будут выходить из зоны комфорта, да, те, кто будут двигаться по вот этим полученным рекомендациям «Антистресс», как раз ощутят вот этот приток. И результат, как правило, виден через неделю, через две. Это опыт и не мой, и мой. Я прекрасно помню тот момент, когда я переходил на систему питания по своему дизайну. Это было в начале марта. Я даже помню, я устраивал челлендж. И, может быть, кто смотрит, да, как раз были на этом челлендже. Я прекрасно помню, блин, я такой, ну, спортивный человек, да, я привык много есть в блюде, много разных продуктов. И тут я перехожу на раздельное питание. Это был просто шок. Это был шок для меня. Это был шок для моего ума. Ум был просто в панике. Он не понимал, как мы теперь выживем. Я помню, как я записывал сториз там, да, и посты, и говорил, что, ну, наверное, наверное, как бы, вот, прощаемся с вами. Наверное, завтра у меня совсем сил не будет уже даже в эфир выйти и так далее, и так далее. И я прекрасно помню, как действительно был переходный период, был кризис. То есть, я не скажу, это был прям какой-то такой очень тяжелый кризис, но это было так вот, какая-то повышенная слабость, повышенная вялость. Был вот этот переломный момент, была адаптация. Я реально начинал есть вот просто не какое-то там блюдо, приготовленное из там двух, трех, четырех, пяти, шести, да, продуктов, а вот просто, просто блюдо. Вот капуста, значит капуста. Морковка, значит морковка. Там, значит, если это творог, значит, значит творог, все там, вот его взял и съел. Там, если молоко, ну, выпил молоко. И после перестройки, после перестройки, я просто помню, как, и я даже сейчас до сих пор это ощущаю, как организм начинает все более и более эффективно усваивать продукт. Он начинает все более и более эффективно его переваривать, все более эффективно брать из него те самые питательные вещества. Голова начала и продолжает, да, соображает все лучше и лучше. Ясность появляется все больше и больше. Стрессоустойчивость, естественно, тоже повышается, потому что повышается осознанность, повышается кристальность, повышается понимание. Естественно, да, корректируя все остальные сферы образа жизни, да, вот как раз спорт, сон, секс, окружение. Кому-то нужно в уединении все делать, да, кому-то нужно, чтобы наоборот было кругом много шума, много народу. И тогда его система и организм приходят в оптимальное состояние. Мы все 100% разные. И как раз через вот эту вот индивидуальную программу образа жизни антистресс вы получите те самые рекомендации, которые помогут сейчас пережить вот это непростое время. Помогут уму работать корректно, помогут телу работать корректно, помогут вообще всему бодиграфу, всему дизайну, всему духовному существу проживать этот кризис осознаннее. И принимать взвешенные, адекватные решения, решения, основанные на союзе ума и тела. Вот. Все, кто смотрит этот эфир, все, кто его посмотрит, пишите мне в директ с промокодом духовность20. Я вам сделаю скидку, потому что базовая цена этой услуги антистресс 5000 рублей. Я вам сделаю скидку до 4000 рублей по промокоду духовность20. Я с удовольствием хочу сделать каждому, потому что это действительно то, во что стоит вложить эти небольшие деньги. Потому что вы получаете рекомендацию на всю жизнь, вы получаете рекомендацию конкретную, четкую, какой спорт четко до конца, какой режим дня, какое нужно окружение, какой характер сексуального взаимодействия вообще нужен он или не нужен. Может быть вы себя там за что-то корите там и так далее. Да, вы получите поддержку, вы получите укрепление, вы получите на всю жизнь фундамент с аудиоразъяснением. Это более чем того стоит. Я просто 100% это знаю. Поэтому этот продукт, это то, что действительно сейчас на злобу дня очень и очень актуально. Поэтому я надеюсь, что вот этот сегодняшний эфир вам был полезен. Я надеюсь на то, что он укрепил и укрепит многих, кто посмотрит этот прямой эфир в записи, даст ответы на определенные вопросы. И, конечно же, даст определенные решения для того, чтобы мы все становились более осознанными. Для того, чтобы мы все прошли вот этот непростой жизненный этап осознанно, глядя в глаза. Да, вот этому давлению, которое сейчас есть, стали безусловно лучше, стали закаленнее. Прошли каждый свой необходимый ему урок и вышли на новый уровень, уровень духовности 2.0. Спасибо вам большое за внимание. Будем на связи. С вами был Николай Экволс. Увидимся.